Привет, это Рэнку. Сегодня я солью вторую схему заработка на доте, о которой мало кто знает и тем более говорит. Она совсем не новая и не секретная, но повторюсь, очень мало кто знает о ней и использует соответственно. Как говорится, подписывайте вперёд, остальным соболезны. Подкину дровишек в трейд комьюнити. Надо подкинуть дровишек в наш камин. На прошлом ролике вы так и не собрали 100 лайков, но были очень близки. Давайте в этот раз будем поактивнее и соберём уже 150 лайков за новость лифт схемы. А также не забудь подписаться. Не подписался, без бабок остался. А теперь к теме. Давайте посмотрим на один из предметов. На первый взгляд совершенно непримечательный. Но если мы спустимся вниз к графику, то увидим очень странный разброс цен. От 1 до 26 рублей. В чём же прикол? А заключается он в том, что у этого предмета есть два визуальных стиля. Стандартный жёлтого цвета, а второй стиль красного. И красный стиль выглядит намного прикольнее. За счёт этого игроки на Клинкзе готовы переплачивать. Также предметов со всеми разблокированными стилями гораздо меньше на рынке, чем обычных. За счёт этого цена на них почти всегда будет выше. Давайте вернёмся к торговой площадке и посмотрим, как купить предмет второго стиля и сколько он стоит. Для этого поднимаемся вверх и копируем название второго стиля вместе со словом «локет». Далее вставляем текст в эту строчку, убираем скобки и дописываем слово «нот» большими буквами. Теперь мы видим все предметы со вторым стилем и можем посмотреть их цену. И на данный момент она держится в районе 20 рублей, что и показывает нам график. Следующим нашим шагом будет проверить, как часто продаются такие предметы. Сам предмет любых стилей продаётся 137 раз в сутки, но именно со вторым стилем продалось 15 штук 3 января. Делаем вывод, что продавать их по 1-3 штуки в день вполне реально, держа самую низкую цену на рынке. Вот пример моих продаж этого же предмета. У вас явно возник самый главный вопрос, а где же взять такие предметы? Тут есть как минимум 4 способа. Первый это поставить автопокупку на данный предмет и надеяться, что кто-то не шарящий продаст тебе его по обычной цене. Допустим ты купил всего 20 штук, из них явно хотя бы один предмет будет со вторым стилем. По итогу ты будешь уже в плюсе, продав 19 предметов по обычной цене и один за 20 рублей. Второй способ требует достаточно свободного времени за компом. Тебе нужно будет самому вручную отслеживать предметы со вторым стилем на торговой площадке и ждать, когда кто-то выставит такой айтем по обычной цене. Третий способ это купить подписку на какого-нибудь бота, у которого есть возможность отслеживать стили и моментально покупать их по обычной цене при появлении на рынке. Данный способ я не рекомендую, так как вы можете нарваться на мошенников или просто купить бота, у которого нет данного функционала. Тем более, что стоят они на данный момент немалых денег. И последний способ это поиск таких предметов на сторонних сайтах с торговыми площадками, на обменниках и рулетках. Также будьте осторожны, посещайте только проверенные сайты. Список таких сайтов вы можете найти в той же таблице трейдбэк. Сейчас я покажу вам небольшое количество примеров моих продаж. Также те самые руки на Клинкза, они купились уже при вас по выставленной автопокупке за 1.5 рубля, а продал их уже за 16 рублей чистыми. Они же инскрайп, обычная цена 7 рублей, продал за 36. Рога на Клинкза, купил за 17 рублей по стандартной цене, продал за 70 рублей в тот же день. Напоминаю, все эти скриншоты взяты из моей истории продаж, где цена указана уже конечная, с учетом комиссии стима 13%. Накидка на Розора, обычная цена 5 рублей, продал почти за 15. Штаны на Розора, стоимостью 9 рублей, продал за 32 рубля. Руки на Тронта, 5 рублей, со вторым стилем продал почти за 22 рубля чистыми. Также есть и много других предметов, которые вам предстоит найти уже самим. Теперь я не буду подавать вам все готовое на блюдечке. Будьте готовы ударить палец о палец, а не ждать чудо с небес. Также не забывайте, что после этого видео цены скорректируются, и конкурентов появится больше. Будьте готовы к этому. Не перебивайте цену друг друга с большим отрывом. Спрос на эти вещи есть, поэтому просто ждите, или снижайте цену всего на пару копеек. Конечно, миллионером с этой схемой вы не станете, но на ту же Аркану заработать вполне можно. А теперь к итогам прошлого розыгрыша, где победитель получит от меня совершенно бесплатное обучение по трейду в стиме. Здорово, ребятки. Короче, итоги конкурса. Сейчас будем выявлять победителя. Выбор случайного комментария. YouTube. Я, короче, потестил RedStuff. Он очень странный. Из четырех раз он три раза мой комментарий выбрал. Так что этот я тоже потестил. Вроде все адекватно выдает. На старых видюхах специально, чтобы самому даже было интересно, кто победит. Вот. Выбираем это видео. Выбираем ссылку на него. Вставляем. Вот он загрузил 76 комментариев. Посмотрим. Да, все правильно. 93 лайка. Не дособрали высоточку, конечно, вообще, ребята. Вот. Ну что, желаю всем удачи. Посмотрим, кто победит. Будет прикольно, если тоже сразу свяжется со мной человек. Если он онлайн сейчас. Поехали. Так, выбор случайного. Жду победы. Сека Бинтари. Так. Это ID ВКонтакте, как я понял. Потому что некоторые люди и Дискорд кидали, и Инстаграм. Все подряд. Вставляем. Так, Данил Малышкин. Блин, как бы проверить, подписан он на меня, не подписан? Он ли это вообще? Давайте напишем его. Был недавно. Так, ну посмотрим, что он ответит. Может, это вообще не этот чувак. Потому что, ну, типа, Данил Малышкин тут сека Бинтари какой-то. Я думал, что это вообще девочка, честно говоря. Пока, значит, поставлю на паузу. Посмотрим, чувак ответит, не ответит сразу. И если сразу ответит, то, соответственно, я покажу переписку. Там удивился он, не удивился. Он это или вообще скажет. Это кто, чего, кого, куда я выиграл? Опа, ответил этот чувачок. Смотрим, что там. Я уже к нему в видюхе зашел, короче. Смотрю тут. Так, круто в ДС. Так, он сразу хочет поболтать или что? Или он спрашивает, типа... Короче, сейчас спросим. Завтра пишет. Ну, все, окей. Значит, поздравляем чувака. Все это он. Сразу он понял, про что идет речь. Ну, типа, ДС, Дискорд сразу показал. Так, в общем... В общем, завтра, значит, с ним свяжемся. Начнем обучение уже. И если чувак будет действительно стараться, если он будет следовать советам и прочим, то, может, записим... Запишем ролик с его результатами. Сколько он там заработал, за сколько дней и так далее. Короче, попереписывались немного. Оказалось, мы оба с Сибири. Он с Кемерово. Время у нас одинаково, соответственно. И договорились уже завтра на 6 вечера. Для остальных не расстраивайтесь. Есть у меня обучение, соответственно, которое я провожу. Это трейд в Доте, в CSGO. Обучаю от Азов перепродажа слоу-банком халявные бабки в играх, фарм-карточек, до схем с хорошим банком от 10 тысяч рублей. Перепродажа ножей, работа с аукционом, перелив баланса на разные торговые площадки, обменники. Обучение проходит в формате разговора в Дискорде, с демонстрацией экрана моего аккаунта, где я, соответственно, все наглядно показываю для лучшего усвоения. Приветствуются вопросы ВКонтакте. Стоимость просто смехотворная. 150 рублей 1 час. Это деньги можно отбить просто в первый час трейда. При том, что у вас останутся знания и навыки. Освоить Азы можно за час, запросто вообще. Для хорошего уровня трейдинга это 2-3-4 часа, смотря на то, как вы усваиваете информацию, насколько вам вообще это интересно и прочее. Соответственно, покупать сразу несколько часов не обязательно. Можете взять всего 1 час, попробовать, посмотреть, нравится вам моя подача, не нравится. Для первых 10 человек стоимость 150 рублей. Но это просто смех, это вообще не деньги. Учитывая, что шаурма столько стоит. Дальше я буду набирать уже отзывы, построю правильный алгоритм и цена станет немного дороже. Там уже посмотрим по тому, сколько людей захочет участвовать, сколько у меня будет времени свободного для этого и так далее. Потому что сам я тоже трейду. И мне будет трейдить намного выгоднее, чем вас обучать. Поэтому это будет происходить в свободное время. 150 рублей в час я уж зарабатываю. Так что подписывайтесь на канал, смотрите схемки, сливы. Будет дальше еще интереснее. ГГОП. До встречи. Субтитры делал DimaTorzok